Привет, ребята! В предыдущем видео я вам обещал показать, как подключить компонентную акустику через усилитель. В данном случае я буду использовать усилитель Piranha от DL Audio. Это 2.60. Заявка у него 2 по 60 Вт. Что нам понадобится для подключения? Нам понадобится минусовой толстый провод, плюсовой толстый провод. Чем толще, тем лучше, конечно. Но бывают случаи, когда просто не хватает денег, ты студент и так далее. Поэтому можно поехать в электромагазин, где продаются кабели, выключатели и так далее. И поискать там какой-нибудь ПВ или КГ. Его тоже можно использовать для питания. Сэкономить на этом довольно-таки неплохо. Подключаем минусовой к минусовому. Прикручиваем его либо к аккумулятору на минусовую клемму, либо на кузов, предварительно при этом зачистив металл. Плюсовой подключаем на плюс аккумуляторной батареи через предохранитель и зажимаем здесь. Я использовал здесь вилочки. Возможно, у вас будут другие терминалы зажимные. То есть вы кабель просто вставите и зажмете сверху винтом. По серединке, где написано рем на усилителе, подключаем провод, который идет от головного устройства. Он идет обычно вот здесь в колодке. Один единственный синего цвета. Дальше берем кроссовер. Здесь написано АМП. Конкретно на этом кроссовере у вас может быть здесь написано IN. Берем плюс и подключаем на усилителе к плюсу левого канала, если это у нас левый комплект акустики, то есть левая дверь. Берем минус, подключаем на левый минус. Там, где написано Twitter, подключаем Twitter. Там, где написано вуфер, подключаем вуфер. Не забываем соблюдать полярность. Это очень важно. Ничего пока не включаем. Берем RCA кабель вот такого типа. Подключаем головное устройство. Красный в красный, в белый разъем вставляем черный, либо белый, либо желтый, какой у нас тут, как он у нас обозначен. Ну, просто так привычный. Красный всегда в красный вставляется. С этой стороны тоже самое. Красный вставляем в красный, черный вставляем в белый, либо может быть здесь другая маркировка у вас. На этом усилителе нужно вставлять в гнезда, которые подписаны input, потому что это вход, а output это выход. После этого можно включить головное устройство, проверить, включился ли усилитель. Если он включился, то у вас сразу пойдет какой-то звук. Делаем на головном устройстве потихонечку небольшую громкость, не наваливаем пока. Берем отверточку, включаем на усилителе кроссовер в положение HP и выкручиваем регулятор HP максимально направо. Вот так. Возможно, что если у вас вот такие широкие фильтры, как здесь, то есть у кроссовера довольно-таки хорошие возможности, у вас получится вот такой звук. Не пугайтесь. Как будто работает только твиттер. Не пугайтесь. Это работает фильтр. Убираем вот этот регулятор в минимум. Минимально вообще. И начинаем крутить громкость до искажений. Искажения это такие подхрипывания какие-то, подсвистывания, лишние какие-то призвуки. Вы их услышите обязательно. Если вы их не слышите, в этом не разбираетесь, попросите кого-нибудь, чтобы вам настроили, иначе у вас могут сгореть динамики. Крутим до комфортной и чистой громкости. Конкретно на этом головном устройстве это примерно 55-56. Дальше уже начинаются искажения. По моему личному мнению. Дальше уже начинаются искажения. Согласовываем этот регулятор с регулятором громкости, чтобы у нас, когда мы его накручиваем, так же не было никаких искажений отсюда. В большинстве случаев это примерно половина. После того, как мы согласовали головное устройство с усилителем, можно настроить фильтр. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. При такой настройке у вас будет гарантия того, что у вас не выйдет из устроя ни усилитель, ни головное устройство, ни ваши динамики. Если же вы будете настраивать на обум, вы имеете риск, то у вас что-то из этого выйдет из строя. Поэтому тут риск, как говорится, ложится на ваши плечи. У меня на этом все. В следующем видео я вам покажу, как подключается компонентная акустика по канально. Но у меня на этом все. Не забывайте поставить свою оценочку, если видео было вам полезно. Обязательно подписывайтесь на канал. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok